Видновский баскетбольный клуб «Спарты НТК» одержал первую победу с начала сезона над командой «Чавакаты» из Вологды. Сегодня у нас в гостях Дарья Намок, нападающая «Спарты». Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. У вас молодая амбициозная команда. Скажите, это помогает или наоборот есть какие-то проблемы с этим связанные, то есть отсутствие опыта, или наоборот хочется победить и всем доказать что-то? Ну, безусловно, у нас молодая команда, но я не могу сказать, что у нас нет опыта. Его, конечно, недостаточно, но все игроки с хорошей базой, и многие из которых воспитывались в «Спарте». Поэтому сейчас играют на высоком уровне в молодежных сборных команд, играют на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Также у нас есть игроки, которые в резервном, в расширенном списке национальной команды. А амбиции, горящие глаза, голодные по спортивному глаза – это всегда хорошо. И вы не увидите таких глаз ни одного из баскетбольных ветеранов. Поэтому в этом есть и плюсы, и минусы, и свои ошибки, наверное, из-за того, что торопимся, молодые. А так, это всегда, мне кажется, в плюс. А сейчас у команды есть какой-то лидер? Не только на поле, но и в раздевалке. Сложно. Я думаю, что особого лидера у нас нет. Мы сейчас как одна семья играем, один за всех, и все друг другу помогают. 12 игроков заряжены на игру, и каждый может показать хорошую игру, вытащить, показать хороший результат. А как вы оцениваете начало сезона, несмотря на то, что всего лишь первую победу пока одержали? Да. Начало сезона было немного для нас всех сложным, немного даже провальным, я бы сказала. Хотя мы играли с лидерами турнирной таблицы, это УГМК, Курск, Оренбург. Мы всегда им давали бой, но в этот раз мы как-то не могли найти свою игру. Поэтому вчерашняя победа с Волгдой нас вселила надежды, успех, что мы дальше можем хорошо играть. И тем не менее, всегда болельщики рядом с вами, поддержка трибун ощущается? Как чувствуется внимание фанатов? Внимание фанатов – это колоссальная поддержка во время игры. То есть, когда ты играешь на последних минутах, ты устаешь, и когда скамейка поддерживает, но когда ты слышишь фанатов, это вселяет у тебя какой-то азарт, настрой. И ты хочешь и им показать, чтобы они же тоже за нас волнуются и болеют. Так что это колоссальная поддержка для нас. А какая следующая, ближайшая игра? 20 октября мы играем дома в 14.00 с Ногинском. Так что ждем всех на игру. Еще раз поздравляем вас с победой и желаем дальнейших успехов.